Курганские врачи просят президента прислать военных медиков, у нас творится ад. Знаете, я сочувствую курганским врачам и вообще сочувствую и понимаю, что там от коронавируса и видео я даже не стал сегодня размещать огромное количество, где там в подвалах, новые видео, где в подвалах, там взвод на привале, только в мешках. Я видел такие картины в моргах советских, тогда еще мешков не было, поэтому это называлось взвод на привале. После какого-нибудь праздника приезжаешь в морг, а там даже на подоконнике покойник лежит. То есть, там везде все в покойниках, друг на друге. Так что меня это абсолютно не удивляет, другое удивляет, почему абсолютно никто не пытается отреагировать, делают вид, что ничего не происходит и действительно там никаких военных медиков никто не посылает. А может это так же и бессмысленно, как помните, когда Иван Бездомный звонил в милицию и просил пять мотоциклетов с пулеметами прислать. Вот, наверное, так же бессмысленно. В Ростове-на-Дону от коронавируса умер главврач больницы, которую проверял Роспотребнадзор после сообщения о смерти пациентов. Помните, 13 пациентов умерли из-за отсутствия кислорода. Вячеслав, не первый раз прошу высказать мнение о национальной идее. Какая национальная идея может быть сейчас? Единственная национальная идея возможна – это спасение. Спасение нации просто, понимаете? Это единственная национальная идея, которая может быть. Какая еще может быть? Все, больше. А это глобально спасение. Оно включает все. Включая наказание вот этих подонков. Это тоже имеет отношение к спасению. Продолжение следует...